Кампуктира, кампуктира, кампуктира. Пишите ВКонтакте к мне, ссылочки на меня в описании. А теперь, а сейчас человек расскажет о том, пока он еще не уехал, места не столь отдаленные, как вы помните из прошлой передачи, если у него у нас в гостях тот же мент или бывший мент. Ты же еще не бывший мент, да? Бывший, бывший уже все. А, уже бывший мент, да. Отлично, отлично. Ты сегодня нам расскажешь о том, как ты был, ну давай назвать вещи своими именами, Вертухаем, правильно? Ну, немного неправильно я был. Вертуха – это инспектора, ну, как бы сказать, работал в системе в этой, можно так сказать. Это будет правильнее. В системе. И сегодня ты нам расскажешь о всяческих зонах, правильно? Да. Вот, ну давай, давай по порядку тогда. Сначала о женской зоне расскажи, о малолетке и, в общем, охуительные истории. Передаю слово тебе, приступай. Всем добрый день, вечер, короче, доброе время суток всем. Ну, на женской зоне я побывал всего один день, как бы, ну. Впечатления все равно, как бы, остались, такие потрясающие, можно сказать. В общем, попал я, ну, когда устроился в СИН работать, я был сначала техником. Ездил по разным зонам, все такое, и там, чинили мы пожарку, в общем, ну, и всякую херню. И однажды приехали мы на женскую зону, которая находится, по-моему, вообще где-то в тайге, блин, даже. Ну, не прям в тайге, но в лесу прям. Так, короче, в жопе находится. Вот, приехали мы туда, в общем, поселили нас жить не в гостинице, как обычно, а вообще на заброшенной почте, где там ни отопления ни хера нету. Короче, мы там как бомжи жили. Ну, вообще охуительно просто. Ходили мы, получается, каждый день туда на работу, на зону. Ну, то есть, нам, получается, отправлять в командировку на одну неделю, и ты только на выходные домой приезжаешь. Ну, и по разным зонам. Ну, приехали мы на эту зону, в общем, сходили туда. Мы, получается, в саму зону там не заходили, а ходили по периметру, там, всякую херню делали, провода крутили. Я до сих пор не понимаю, что это за херня, ничему там не научиться. Ну, это ладно, это похрен с ним, короче. Приехали туда, там у них техник есть, который вот работает, вот у них там, который в штате. Короче, бухарь конченый. Он мне однажды, ну, я, короче, отказался там работать с этими дурачками, с которыми я приехал, потому что, во-первых, ну, они там до хера чего знают. Я сказал, ну, вы раз таки умные, работайте сами, бить. Мне, говорю, похуй. Ну, в общем, этот техник посмотрел, что мне похуй, я не работаю, а он такой же. Он говорит, пойдем, говорит, со мной по периметру походим, посмотрим, там, провода покрутим. Я говорю, ну, пойдем. Взял с собой инструментный ящик такой здоровый, думаю, ну, серьезный, думаю, техник, наверное, шарит. Ну, каждый, возле каждого ящика с этими проводами мы останавливались. Он его открывал, у него там была груша и бутылка водки. Короче, он выпивал водку, блядь, этому, и закусывал этой грушей, короче. Ну, ходили мы, ходили, я ему, ну, и давай у него расспрашиваю еще, а что, как вообще, зона вообще, что тут вообще, как происходит, интересно же, ну, женская зона. Ну, он мне начал там рассказывать истории, что, ну, разные бабы попадают там, в основном, там, кто по наркоте, цыганки сидят, много цыганок сидит, кто мужа зарезал, кто там ребенка в окно выкинул. Ну, короче, в общем, самые такие трешевые бабы попадают. Ну, и рассказывал, что у многих вертухаев этих, дубаков, так сказать, там, там, в основном, женщины, конечно, работают, ну, сотрудники, ну, и есть и мужики. Ну, вот мужики их обычно, ну, этих баб поебывают, их потом после этого увольняют, короче, много таких историй романтических есть. Ну, и вот он мне рассказывал одну историю, когда одна зэчка еще и заразила одного чем-то, блядь, ну, специально, я хрен его знает, правда это или нет, ну, рассказывал такую хрень. Ну, и как-то мы что-то ходили-ходили, и там по рации его вызвали, и сказали, что надо зайти в эту зону женскую, поправить им камеру и настроить им телевизор. Ну, мы такие, ну, отлично вообще, я как раз радостный, думаю, сейчас зайду в зону, посмотрю, что там вообще как. Ну, в общем, зашли мы туда, там в основном, кстати, бабы, ну, сотрудники, и нас провели туда в зону, получается, нас сначала повели на промзону, где они там, швейный цех у них. Мы сначала туда зашли, там камеру им что-то там покрутили, а там в основном бабы, ну, не в основном, а бабы и работают, короче. Они там что-то шьют, там, ну, они такие все приветливые, кстати, нормальные такие, прям, здравствуйте, там, как ваши дела, там, и все такое. Как бы, они общаются очень, как бы, так, вежливо. Ну, и все следят за собой, кстати, бабы, что интересно, идешь, они там духами пахнут, еще что-то. Ну, были, конечно, такие чмырихи, прям, которые затрочены какие-то, я не знаю. Ну, вообще, как бы, у них нет такой херни, что там у них вот прям петухи, там, или там вообще какие-то черти, или еще что-то. У них, как бы, они живут на зоне женской, с семейками, вот у них там есть, как паханы, например, на мужской зоне, у них вот бабы, они называются, по-моему, кобла, да, кобла, по-моему, называется, вот она такая, самая, такая, активная лесбиянка. У них там лесбиянство вообще процедает, прям, вообще, они прям семьями живут. И есть такие, ну, как на зоне, например, петухи, у них, ну, ковырялки такие, пассивные, может, лесбиянки, можно так сказать. И, конечно, там прям не задрачивают так, но они обычно такие, ну, ниже статусом, получается, идут. Вот они там ковыряют им и все прочее делают, их поэтому и называют ковырялками. Ну, походили мы по этой, по швейному этому цеху, то есть, пообщались там с некоторыми, там, ну, бабы нормальные, короче, сидят. Есть кто вообще просто кого-то задавил, там, блядь, не знаю, там кто-то выбежал на дорогу, сбил, ну, как бы, есть за мошенничество. Ну, много адекватных, короче, не как на мужской зоне, там, блядь, такого мракобесия нету, конечно. Потом мы уже пошли чинить им телевизор, короче. И тогда вот я вот увидел эту кову, так называемую. Ну, мы поднимаемся к ним в клуб, у них, как бы, клуб такой есть, и они там, где у них там телевизор стоит, они там какие-то мероприятия проводят. Поднимаемся туда и выходит, короче, ну, я подумал, что это мужик, но это баба была. Короче, она короткостриженная, здоровая. Ну, я, как бы, сам не маленький, я вот тогда весил, наверное, ну, под соточку. А вот я по сравнению с ней был просто, ну, дрыщ какой-то. Она здоровая прям такая, вообще пиздец. Он еще сказал, она какая-то там ту ли сумаиска, ту ли самбийская, хрен пойми. Она, то есть, короткостриженная, короче, под ежик прям вот такой у него, или под троечку, как она называется, в мужских туфлях. И часы, короче, тоже у нее мужские прям такие висят. И она такая, ну, мы заходим, и она такая, ну, типа, чё, так чё надо, типа. Мы говорим, ну, типа, мы тут пришли настроить там телевизор, там все дела. И выходит прям телка, ну, просто я охуел, реально красивая, прям такая, прям пизда-то. Видно, она за собой следит, там, ну, такая вообще, ну, на гражданке такую вот, ну, на воле, как говорится, встречаешь такую, ну, красивая баба. Ну, как вот на воле такие же. Просто она в форме, в робе в это и в поточке. А так, ну, охуительная баба. Ну, так больше там, в принципе, и про женскую я уже ничего не могу вспомнить и добавить. Ну, просто многие задают тебе этот вопрос и говорят, что они буквально там все себе пиздечки лижут. Ну, не в смысле себе, а свои. На самом деле, да, у них там лесбиянство процветает просто, ну, пиздец. Я говорю, они семейками живут, то есть у них прям там муж, вот это вот, например, там, кто, прям вот бабы прям под мужика косит. Там есть такие вот, которые, ну, прям бабы, прям бабами остаются, они там вот лижутся с друг другом. Ну, некоторые сидят там вообще, ну, вот нету, например, вот женщин не садят на пожизненные, как бы, по закону их, насколько я помню, не садят на пожизненные сроки. И там дают, там, по-моему, двадцатка максималка. Вот прикинь, она вот 20 лет там сидит, и у нее уже крыша едет просто, они там, конечно, а баба такая же, такое же существо, ей надо там любовь и все такое. Вот они и начинают там вот такой херней страдать. Там много, кстати, бабок было прям, которые уже не ходят. Вот прям бабка уже ей лет 70, а вот она сидит там уже на зоне чалится. Ну, такая хрень. У них нет там иерархии, да? А телефоны, телефоны у них есть вообще? Телефоны? Ну, я лично не видел, как бы, но я думаю, конечно, есть, по-любому. Ну, иерархия, говорю, что вот у них какая-то, наверное, такая непонятная. Говорю, вот это как кобла, у них как пахан получается, такая вот, как баба, которая как мужикой, такая здоровая, сильная. А спорно-то нам показывают, что лесбияночки, они другие, да? Да, я не знаю. Ну, типа, они выглядят как обычные бабы, но вот кроме этих кобы, там реально, ну, охуело от того, что там, блядь, баба как мужик, реально, у нее прям ебало такое суровое, прям, ну, блядь. И мне кажется, она бы меня поломала бы просто. Там такая дура просто вообще. Трансгендеры, трансгендеры, да? Да, 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 да. А, блин, еще такой вопрос. Вот ты говорил, что вертухай поебывает, значит, бабич. Секунду, секунду. А он их поебывает просто так, из высоких чувств или из-за преференции? Не знаю, как бы, но я думаю, все-таки из-за высоких чувств, потому что там есть реально телочки, ну, очень. О-го-го, а представляешь, у этого мужика по-любому конь жирная, дома жена ждет, и еще какие-нибудь там спиногрызы. А он приходит на работу, а там такие телки работают. Он, наверное, не удерживается просто. И начинает, я не знаю, подкатывать к ним. А чем они там занимаются? Шьют, что ли? Да, вот у них как бы швейный цех, они в основном шьют. Ну, и, кстати, вот, еще такой прикол был. Там привезли КамАЗ к ним, вот как раз в этот момент, с цементом. Ну, или там, ну, не КамАЗ, короче, какая-то, ну, большая. Большая машина, да, по-моему, КамАЗ был. И, прикинь, они и цемент, ну, бабы эти разгружали. Один цемент мешок, я не помню, то ли 30, то ли 40 килограмм весит. Круче, что они вообще, эти бабы, блядь, с легкостью эти мешки так, ну, ворочали, я прям охерел. Ну, такие вот, которые прям, как мужики, прям вообще с легкостью их таскали, брали по два мешка, тащили их, короче. А, подожди, а есть там бухло или еще какие-нибудь там вещества, как-то они там проносят? Есть у них такие? Не знаю, думаю, ну, может, конечно, есть. Ну, вообще, как бы, я говорю, один день побыл, я там всей кухни не знаю, как бы, ну, вот что, были мне какие впечатления? Думаю, конечно, если захотеть, то можно... Там еще такой прикол, вот, мне еще рассказывали, на женских зонах, еще, короче, есть такая хрень, они живут не в самой зоне, ну, вот в этой, конечно, нет, а в другой, вот, как мне рассказывали, что живут не в самой зоне, а там прям рядом какая-то общага стоит, это кто там вообще по мелким преступлениям. Они, как поселенцы там живут, короче, и обеспечивают эту зону там. Ну, вот такая хрень еще есть, блин. Ну, там вот такой не было, там чисто все вот прям за убийство сидят или за наркоту. Ну, цыганок очень много, процентов, наверное, 60 там сидит чисто цыганки, и 2 до 8 у всех. У них там, кстати, еще конкурсы постоянно проводят, конкурсы красоты, там они поют, читают стихи, ну, в общем, развлекаются как могут. Потом песечки лежат. Да, да, да. Это правда, чего уж там говорить, ну, так и есть они, да, на самом деле там лесбияне, там, я не знаю, муж все там самотыки вырезают из дерева, я не знаю. Как-то, ну, представляешь, да, бабу, когда в одном мужика там, когда он хочет эту пиздец, а у бабы-то еще сложнее, это все проходит. Когда пизда начинает чесаться, там, ой-ой-ой, она вообще дурная становится на выдумке. Да так, в принципе, ну, про женскую уже, я думаю, нечего добавить. Ну, про лужай, там, малолеточка, да? Ну, про малолетку, ладно, уже последний раз расскажу, потом я ездил на другие зоны общего режима, строгого режима, но в них я не заходил, я только по периметру, в общем, ходил так и все. Ну, много зон, конечно, было, а еще единственная была зона особого режима, там, то есть, ну, не пожизненники сидят, а те, кто, знаешь, рецидивисты конченые, там, по 15 лет, по 20 лет, по 22 года сидят, в общем, такие, ну, такие лютые типы. И там, короче, рассказывали на этой зоне, вот прям вот, мы тогда работали, там, нам типок, который там уже всю жизнь пробовал, рассказывал такой случай, работала там, короче, баба на этой зоне и продавала себя, короче, зэком, ну, за бабки, ну, короче, ее ебали за бабки, проституцией занималась, прикинь, и потом ее спалили, какой-то зэк, видать, ее, нахуй, сдал, по-любому, сучил, и ее потом уволил, но она, тем не менее, успела себе на машину заработать. Вот такая, короче, тема была, это прям реальная тема. Да, стартап не по годам. Да, да, ну, и вот он еще рассказывал, вот сейчас на зонах зэков не пиздят, я тебе могу сказать точно, ну, сами вот администрации зэков не пиздят. Конечно, если красная зона, там, они, да, там, самые вот эти красные, они ходят и пиздят всех. А вот он раньше рассказывал, что вот только этап приходил, вот на этой зоне особого режима, там мусора выстраивались, короче, в коридор, и вообще, похуй, вот новые приходят там этапы, и они их просто пропиздошивали. Они проходили через коридор и получали пизделей. Я не знаю для чего, наверное, чтобы сразу понимали, что куда они попали или что. И в этой зоне еще сидел, короче, типок, который захватывал нортост. Помнишь, была тема такая? Конечно, конечно. Ой, это серьезно, это очень серьезно. Да, и вот один там из них сидел. Но он там, получается, сидел недолгое время, его потом переслали на другую зону. Там вот когда такие вот жесткие зайки попадаются, их начинают зонные в зону кидать, чтобы они не приживались, короче. Потому что, когда вот человек такой сильный, авторитетный, начинает там авторитет какой-то заслуживать, их сразу же перекидывают, чтобы не было там новых смотрящих или еще чего-то. В общем, такая тема. Ну и там, получается, в этой зоне они сидят, ну, не в бараках, а в камерах там. Это чем? Также пиковые стоят, ну, знаешь, что такие пиковые, да? Да, я думаю. Или многие не знают, кто такие пиковые. Это, короче, типы вот как варни дневальные, короче. Их вот ставят, идет, например, какой-то сотрудник, он на всю зону говорит, что тот-то, тот-то идет, короче, там-то, там-то. Вот такая охрана. На малолетке такая же ходь и была. Я не понимаю, вообще, нахуя это делать. Ну, чтобы, наверное, это палево, если что-то там кто-то телефон достал, чтобы знали, наверное, скорее всего, из-за этого. И вот там постоянно на всю зону кто-то огорванит, там, там, такой-то, такой-то, там идет, там, по такому-то продолгу. Вот такая охрана была, короче, такая охрана. Смешно очень было. Ну, и пиковые ставились, короче, не какие-то там, знаешь, там, черти, а такие нормальные зэки порядочные. Ну, как бы, только стояли, наверное, на пике. Вот такая охрана. Ну, про особую этот режим там больше не было. А, еще был прикол, вот он мне рассказывал, был реально. Я даже когда в этой учебке был месяц, когда ты устраиваешься, месяц в учебке проходишь, там, всякую хуйню учишь, там, типа, стреляешь и все прочее. Как в армии, в общем. И нам рассказывали, это такой случай, что, типа, короче, переброс делал. Ну, переброс, это что-то в зону закидывает, какой-то запрет там, то есть, наркота, телефон или еще какая-то хрень. Зона так устроена, что там несколько заборов, то есть, сначала идет там предупреждающее ограждение, потом там, блядь, я уже даже не помню, как они называются, основное ограждение. Короче, там штук шесть этих заборов вообще, в общем, и маскирующее ограждение, такой высокий забор, который самый первый идет, вот, как на зону смотришь, там, просто глухой забор, который, типа, это, ну, типа, чтобы не было видно, что в зоне творится. И, короче, типа, окну с воли, решил закинуть конопли кому-то там, ну, прям такой пакет там основательный. Кинул его, короче, ну, и не докинул, он где-то за колючку зацепился, потому что там колючки до хера. Но этот долбоеб решил, короче, думает, что, блядь, пиздец, наверное, меня убьют за такую хуйню, полез в зону, короче. А вертухай, которая на вышке сидит с автоматом, она, короче, уснула там, проснулась от того, что там сигнализация сработала. Ну, там, когда что-то задеваешь, там, блядь, вот эти всякие периметры, параллели срабатывают, там, всякая херня. Короче, эта хрень сработала, она проснулась и подумала, что зэк съебывается, короче, ну, с зоной. И давай, короче, в него стрелять, с этого долбоеба. Короче, стреляла-стреляла, не попала в него. Он, короче, упал, там, как в американских фильмах показывают, в курсе, звездой, короче, лежал. Они его скрутили, а он в гражданке, ну, что ты, типа, за хуйя, ну, короче, раскололи, он то, что переброс сделал. Ну, его, короче, посадили за эту хуйню, конечно, что это статья, там, не помню какая. Вот такая хрень. Ну, больше про эту зону ничего нет. А потом уже я работал непосредственно на малолетке, ну, там поинтереснее, короче, конечно. На малолетке тоже, я тебе скажу, администрация пиздюков не пиздила вообще, при мне ни разу. Сейчас просто такая тема в тюрьмах, что, я не помню с какого года, по-моему, то ли с 10-го, то ли с 12-го, там, мы же под Евросоюз там все косим, все дела, там, права человека все соблюдают. И концепция, там такая прям есть концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020-го года. Конечно, она уже провалилась 10 раз. Ну, там, типа, что у каждого там в камере должен быть телевизор, блядь, там, в камере должно быть там 2 или 4 человека, ну, типа, как вот в Америке показывают, что такая, типа, была. И что нельзя зэков пиздить, там, и все прочее. Их, на самом деле, сейчас не пиздят, пиздят только вот эти вот пидорасы красные, вот эти вот, которые сами в зоне, которые за вертухаев все делают. Козлики. Ну, это всегда такая вот. А? Козлики. Да, козлы, ну, да, проще говоря. Ну, и все, получается, я уже пришел туда работать. Пиздюки там охуевшие, я тебе скажу просто. Они администрацию всю нахую вертели, они их просто всех нахуй посылают, практически всех. У меня был начальник в этой зоне, его, короче, вот, получается, за 2 месяца, вот как меня арестовали, вот его, перед тем, как меня, вот его арестовали там за 2 месяца, получается, за взятку. Ну, тут такой чувак был, конченый, конечно, блядь. Он там, как мне рассказывали по слухам, что он там сам зэков опускал, в общем, пиздец. Его, короче, за взятку взяли и на домашний арест, по-моему, посадили. Не знаю, закрыли его или нет, но если его закроют на зону, то ему очень плохо будет, вот, реально, ему будет плохо. Ну, не суть, в общем, пришел я туда, опять же, я там только работал пока что техником, пока должность не освободится, то есть, ну, ходил там в зону, там, ну, пиздюки там, здрасте, кто такой, там, ну, как бы нормально еще было. А потом, когда уже поставили не на должность, а у пиздюков такая хуйня, они нового сотрудника начинают, как бы, прокусывать. Ну, что за тип, что вообще, как он отреагирует, там, на такую хуйню или на такую. Там, на малолетке большинство, ну, долбоебов сидит, конченых просто. Там, в основном, статьи, там, изнасилование у них, это, вот, наверное, процентов 70. Остальные, там, кражи какие-то, просто мелкие, но они в совокупности, там, у него штук 10, его только потом закрыли. Потом убийство, малолеток-то только затяжкой садят сейчас, либо убийство, либо еще что-то, там, я не знаю. Ну, там, типы сидели, вот, в основном, все из-за изнасилования. Один, помню, типок был, ну, короче, инвалидов, подъезд, ой, не в подвезде, а в подвале выебал. И он вполне, кстати, сидел порядочно. Вот у них, кстати, понятия еще какие-то искаженные, я не знаю, почему, вот у них, там, например, за изнасилование были типы, и они прям по АОЕ двигались, там, такие, короче, я хер его знаю. Ну, конечно, когда они потом на взрослую зону уезжали, там, конечно, и с них спрашивали конкретно, но на малолетке такая хуйня была. В малолетке, там, по-моему, человек 70, от 70 до 80 всегда сидело, там, ну, кто, этапы приходили, уходили, кто, вот такая, короче, кто освобождался, ну, примерно от 70 до 80 человек, то есть небольшая зона. Что там, вот, кормят их охуенно, я тебе скажу, вот, кормили, кормежка у них вообще, нормально, потому что у них постоянно, вот, как в детдоме, в курсе, вот, спонсоры, еще какая-то хрень, вот, у них такая же постоянно тема. Малолетка всегда на учете стоит, там, всегда новые какие-то поставки всегда на малолетку иду, потому что там, типа, дети и все дела. График у них, как бы, такой, не жесткий вообще был. Ну, у них учеба, школа, то есть, они в школе там учатся, там, у них еще ПТУ есть, ну, в общем-то, всякая хуйня, хочешь учись. Ну, короче, там, вот, нормальные, которые вот сидят, адекватные более-менее, они там ходят учиться, а есть долбоеба, которые, да, мне там, типа, не по понятиям, не канают учиться, ну, всякие ебалбесы есть. Ну, в общем, когда меня поставили уже на должность, они начали, короче, пытаться на меня выебываться. Я, естественно, им тем же отвечал, потом, как-то, миша, ну, в ее ватс, они, типа, провоцировали, как-то оскорбляли. Да, провоцировали, да, в смысле, как-то, ну, пытались, там, типа, эй, ты, там, ну, вот так, в курсе, как, ну, так, вот так, короче. Беспитет. Да, что-то, да, что-то пизданует, там, знаешь, такое, типа, подъебнуть, ну, как бы, я понимаю, что они, как бы, мне провоцируют. Сначала не поддавался на провокацию, потому что мы понимаем, что там большинство долгоебиков. Ну, потом уже, что-то, что-то на меня, я уже не помню, что, но что-то он на меня пизданул, короче, вот этот пиковой, который, там, кстати, тоже пиковые стоят, и вот идешь, он тебя видит и орет, короче, на всю зону, что такой-то, такой-то, там, идет, там, по локалке или в промзону заходит. Ну, в общем, я подошел к нему, говорю, ты что, охуел, дурачок, блин? Ну, матом, говорю, я тебе ебало, типа, разобью, и все. Ну, тот осадился, конечно, на следующее утро я захожу в зону, иду по ихним баракам, ну, и то у них не бараки даже, у них, получается, ты заходишь, вот, как в общаге, в курсе, не живут, только у них охуенный ремонт, кстати, вот у них новый корпус. Один есть, короче, где они, как в бараке живут, там, кровати старые, а новый корпус им сделали, они, короче, как в комнатах, там, живут, получается, по два, по три человека, только у петухов камера, там, что-то на 8 или 10 человек, и вот, и они, пластиковая дверь, такой, со стеклом, короче, прозрачный, ну, нормально, короче, там, вообще. Я туда захожу, и стоит, короче, у них, там, бугор, ну, бугор, это, как, типа, смотрящий такой, один из смотрящих. Бугру сколько лет? Бугру, там, по-моему, 17 или 16 лет, они там все такие практически. Ну, вот, я захожу, он начинает на меня, да ты что, охуел, что ли, и стоит еще курит. А я, как бы, ну, по пожарной безопасности, я говорю, чувачок, убери сигарету, потому что здесь камеры. А я изначально им сказал, говорю, пацаны, давайте вы не будете на камеру курить, потому что мне придется вас въебывать, а мне нахуй, ну, не надо на кого-то что-то писать, и тем более, вообще, на малолетке курить никто не должен из пиздюков, то есть, это, если даже ты на него за жалобу напишешь, даже, если, блядь, то выебут всех просто, типа, охуел, пиздюков, там, типа, сигареты. Я им это объяснил, они вроде бы поняли, а этот, ну, прям стоит, так, ну, демонстративно кует, я говорю, чувак, говорю, убери сигарету. А он, да слышь, да мне похуй, короче, ну, и начал, короче, что-то там пытаться мне сказать. Ну, я, естественно, тоже на него начал гнать, типа, да ты охуел, что ли, типа, гонишь вообще. А он мне начал, типа, да ты кто такой, кто за тебя может внести ясность. Ну, в общем, я ему сказал, кто за меня может внести ясность, и он осадился. И все, и после этого стало все нормально, то есть, я потом к нему еще раз подошел, объяснил, как, ну, давайте не будете курить, ну, прилюдно везде, как бы, на камеры и все прочее, никаких проблем у нас не будет, потому что я писал, вот эти, получается, там такая хуйня, такая же палочная система, то есть, тебе начальник, там, из главного управления говорит, что надо вот в этом месяце, чтобы было выявлено столько-то нарушений, там. Ну, я на одного офицера, который, там, долбоебик работал, постоянно писал на него, короче, эти, блядь, нарушения, блядь, одни и те же, там, розетка сломана, еще какая-то хуйня. А он, долбоеб, все подписывал, ему вообще насрать было, он постоянно пухой ходил. Ну, и, в общем, я отправлял, и все, все были довольны, все. Вот такая хрень, и пиздюков, получается, вообще не трогал. Ну, и даже с некоторыми, как бы, более-менее заобщался с адекватными, которые такие, ну, порядочные там были. Ну, они тоже, там, рассказывали, как они там еще живут, про петухов мне рассказывали. Короче, там еще такая тема, вот, на зоне, ну, хотя, вроде бы, как везде, там, три круга петуха, у петухов три круга. Короче, первый круг – это блатные петухи идут, вот на малолетке конкретно. Это блатные петухи, которые, типа, как гребни идут, которые смотрят за петухами, как эти мамочки, короче, у проституток. Второй круг – это которые, в курсе, ну, их в жопу не ебут, но они грязную работу все выполняют, который, там, покурил не с тем или не с тем поздоровался, ну, или еще какой-то косяк себе, там, типа, принизили. Это второй круг петухов. А третий круг петухов – это уже непосредственно кого уже прям гатяткой говорят, в жопу прям, или еще в другие щели, как говорится. Вот, там вот на малолетке был только один такой типочек, у него погоняло даже было Наташа Ну, прям такой вообще, на него смотришь, вообще жалко Почему? Опиши его, пожалуйста Короче, он такой, маленького ростика, прям такой очень И с усиками такими черненькими, прям такой вкус Само собой классические, да, американские усики Да, 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 такое, блядь, чисто Не усики, а пропуск трусики Вот это про него, наверное Так вы по беспределу гатили или... Да, не знаю, за что его, короче, опустили Но я, насколько знаю, он как бы был потом и не против, короче Когда ему говорили, что надо, он и делал, короче Ну так ему давали хотя бы там сигареты покурить, заводить Ну, возможно, я не знаю, как они договаривались с ними, как бы, хрен его знает Ну, была такая ситуация, вот я тебе рассказал, да, про двери, что у них вот эти пластиковые и со стеклом Я как-то пошел эти... Каждое утро, короче, хочешь, проверяешь там огнетушители, бля, всякую хуйню там, чтобы они были заряжены и все прочее Но я ходил на вид, там, вид делал, что я типа работаю На самом деле там еще нихуя не делал Ходил, проверял эти огнетушители Дохожу к последней двери и смотрю, там вот этот вот типок стоит на коленях и наяривает другому, короче, типусу, прикинь Ну, отсасывает Короче, ну, он нормально делал, почти как Алексей Панин А контрацепция у них была какая-нибудь в этот момент? Какая контрацепция? Они там чуханы, бля, половина ходит, вонючая, бля, какая контрацепция? Откуда она у них? Ну, вообще, у них есть все Вот если даже они захотят побухать, они могут и побухать Такое было вообще И покурить они могут, там, без проблем Им, то есть, затаскивали и сотрудники некоторые Ну, сотрудники не знают, кто лично, но затаскивали тоже Ну, вот по селюге им постоянно затаскивали что-то И там алкоголь и все прочее То есть с этим у них вообще никаких проблем не было Ну, вот так они вообще, как бы, там какие-то понятия беспредельные у них Я вот реально говорю, вот пацаны, например Вот нормальные там попадались Ну, в основном, короче, там всех на СИЗО уже опускали Он там с кем-то не там покурил Или там выяснилось, что он там, блядь, я не знаю Кого-то на рота брал по воле Или еще какая-то хрень там В общем, на СИЗО уже они попадают, за них уже все узнают И они уже по этапам сюда приходят на карантин И на карантине уже там теплощик не поднимается И начинают с ними общаться и узнают за кто, кто вообще кто Кто по жизни и все прочее То есть, ну, уже узнают там за них Они уже на карантин приезжают, уже практически знают уже А у них уже все Карантин у них, короче, 15 дней длится, по-моему Или 14, что-то такое Ну, бывает, их раньше спускают, когда я хрен не знаю Ну, просто я уже, я заходил на карантин Потому что я по правилам пожарной безопасности им объяснял Там они расписываются И когда как их держали Кого-то там неделю держали, кого-то две недели Ну, такая, короче, непонятная хрень Ну, распиздяйство, в общем, в этой зоне, блядь Ну, конечно, они вот приходили на карантин Напуганные пацаны бывают Которые в первый раз попадают Там их зашугивают прям пиздец И вот, вроде, знаешь, пацан нормальный попадает Но вот он, блядь, ну, стресс, да, он шугается И его начинают там дрочить и все прочее И потом вообще в итоге он во второй круг попадает Опущенный, блядь Ну, такая хрень А расскажи, говорят же, вот, только на малолетках Может быть, эти загадки Ну, про пики точеные и все такое А, про пики точеные, хуй дроченые? Ну, может быть, они там, как бы Я, понимаешь, я... Да нет, вот при мне не было вообще такой хуйни Может, они угорали там где-то между собой Но я так особо и не видел такой херни Может быть, раньше, да, было такое Но сейчас у них, как бы, тоже они уже по лайтове сидят уже, понимаешь Там поспокойнее стало, как бы Бывает, конечно, у них там загоны Там уж они пиздят там друг друга Еще что-то, блядь Был такой случай, когда вот Вертухай новый пришел Ну, прям Вертухай, этот, инспектор Который ходит прям по зоне Там локалки открывает Который за ними непосредственно следит Он что-то закусился с ними Они его отвели в баню И отпиздили его жестко прям Ну, прям вообще по-жестко Вот хуярили, чистяли с него часы Там, ну, вообще нормально Вот, мы дохали И им вообще пиздюкам ничего не было А этот типок потом уволился И еще, кстати, на этой зоне На малолетке был кадр такой Я прям вот постоянно с него угорал Он без руки, прям полностью без руки Прям по плечу рук нету, прикинь И такая хуйня, короче Но он порядочный, типа, сидел Вот он идет И постоянно с ним какие-то два там пиздрона ходили То есть они Он идет в туалет Там они вот, понимаешь Он пасать, он хочет У него же рук нету Там они его штаны снимали У него кормили, мыли Вот такая хрень, чистая В курсе, у рыбок есть такие Маленькие рыбки, которые обслуживают больших рыб Вот такие же, чистые И вот он ходил как король То есть вообще Он еще какой-то каратист там, хер его знает Его, короче, посадили Он, типа, бомжа какого-то Они запинали И вот его закрыли за эту хуйню Ну, у нас мы забили его А руки он, короче, проебал Он пиздюком был Полез, короче, в эту трансформаторную будку Или еще куда-то Короче, его током пиздануло так Что руки отвалились, блядь Но он выжил, короче А такая хрень Больше там таких кадров не было особо Ну, они, конечно, там такие охуевшие хоя Там, там, ауе, типа, не ауе Хотя, вот я тебе скажу Они считают себя черными Хотя, какие они нахуй черные Когда их администрация ставит То есть администрация сама ставит бугров То есть Вот ты, типа, будешь там смотрящим Вот там у нас степок сидел Он, кстати, адекватный вообще пацан нормальный Я с ним вот постоянно Если что-то там какие-то непонятки К нему подходишь, говоришь Потому что такая хуйня была Вот приезжали всякие проверки Там, знаешь, инспекторские И там пожарные тоже А у них там Ну, стоит там вот У нормальных пацанов Там буфер, там, знаешь Там аудиосистема какая-нибудь А у них, блядь, сделано Хуй пойми Они к проводу там примотались Там, я не знаю Скотчем замотали все это Естественно, конечно, инспекция Приедет, скажет Что, охуели что ли? Я к ним подходил Говорю, пацаны Завтра инспекция приезжает Надо убрать это все Ухуение Базара нет Все убрали Все скрутили И была как-то Один раз такая хуйня Я им сказал Пацаны, уберите все Они все убрали А провод, к которому они подключаются Оставили И инспекция, короче Спалила этот провод Они говорят Типа, что за хуйня Ну, короче, наехали на меня Чуть выговор не дали Ну, я как бы откусался Говорю, да я не знал Не видел все дела Ну и все И они меня заставили Сказали, что надо прийти И обрубить этот провод Под ноль прям Я подхожу, пацаны Говорю, блядь, пацаны Такая хуйня Типа, ну, говорю Вы сами косяка упороли Упороли До конца не убрали Ну, понимаем Надо обрезать А не Ну, хули делать И обрезаю Ну, я обрезал, короче Говорю, пацаны Я вам чуть-чуть Оставляю провод Это, чтобы вы подключились И, ну, будете дальше Музыку услышать Они, да, спасибо Все, заебись Короче, дал им изоленту Все, они подключили опять И, короче, там был Поселенец Ну, там еще Колония-поселения Рядом получается Ну, поселенцы Просто, которые за мной Обслуживают Пиздю там же По сути, так особо Работать нельзя Ну, по закону И вот там Поселенцы Всю работу Ну, и, короче Которые работы Еще за периметром Они вот выполняли Ну, и один поселенец был Я думал, он нормальный мужик А на самом деле Он сука был вообще Он прям этому Начальнику зоны Ходил, все случил И, получается, я с ним обрезал И вот этот разговор При нем был Он потом пошел И случил начальника И начальник говорит Ты что, типа, охуел Там, что за, типа Непонебратские отношения С зэками, типа Это, говорит Зэки, ты что охуел Вот тот старый начальник Который ебанутый Ну, и все Короче, мне мозги все Выебал Но потом оказалось Что этот типочек Меня и слил Ну, вот такая хрень А чем там малолетки Занимаются целыми днями? Вот, малолетки, кстати Вот, им могут даже позавидовать Вот Школота Которая вот На воле живет И может позавидовать Потому что каждую субботу К ним приезжает Там всякая хрень То есть Развлекает их Там Приезжали какие-то рэперы К ним, помню, вот летом Их на море возят Зэков, прикинь Вот, пиздюков малолеток Возили вот на море Покупаться Ну, которые, конечно Не которые там жесткие Долбоеба А которые нормальные Которые на облегченных условиях содержания Их возили на море Покупаться Во всякие музеи Возили даже В другой город На хоккейный матч Короче, возили Прикинь Ну, они, короче Их привезли Там хоккей играет А там ходят эти телки Которые барабаны стучат И все на них чисто смотрели Типа А, блядь Слюни текут, короче Им хоккей вообще Нахуй не нужен был На телок только посмотреть Ну, а культуре Вот как могут, да? Да, да Ну, только вот большинство Оно им нахуй не надо Они сидят там у себя На шконках лежат И за АУЕ там что-то общаются Что они дохуя черные И все прочее А те, которые пацаны Реально, ну, нормальные Там есть адекватные пацаны Которые просто По хуйне попали Там, короче, два типа Попало Вообще Вот как в курсе Шурыги Только у них Другая немного Они Одноклассница у них была Шалава конченная Которая всем давала Но они ее выебали И на телефон сняли просто Ну, как ее ебут Ну, как обычно Все вот делают Знаешь, там А, типа шлюха Потом Скидывают ее Выебали ее Короче, это видео Разослали всем Та, естественно Обиделась, что ее засняли И написала заяву Вот они Ох, ебанутые, блядь За чем это делать Я не понимаю Ну, ну, ну Все А пацаны нормальные В смысле Нормально учились в школе И все Ну, вот они, конечно Участвуют во всякой ходе Но они на облегченных Условиях содержания Еще сидели Но их там не сделали Петухами Нет, кстати Там они нормально Кстати, двигались И общались И те, которые Те, что там порядочные Говорю, понятия какие-то Ебанутые Говорю, вот типок Там два типа еще сидела Которые, блядь Женщину, нахуй На кладбище поймали Выебали И более 150 ранений На живых нанесли Ну, пиздец вообще И им дали по 9,6 И они сидят ботные там Я вообще не понимаю Этой хуйни Сколько им лет было? 16-17 Где-то так Ну, они Сидят вот до 18 Их отправляют На взрослую зону Игрой только вот этого Смотрягу вот оставили До 19 лет Ему там год оставалось Там досидеть Уже потом на взрослую идти А он, короче, попросился Чтоб его оставили Потому что Вроде как должны были На взрослых С него жестко спорить Короче И его и оставили Как бы там Потому что Вот малолетки Которые потом попадают С малолетки На взрослую зону Там мало кто Из них нормально Дальше двигается Потому что В большинстве случаев Они там полотер Или еще что-то Потому что Ну, там много Много беспредела Как бы в общем Не совсем Они там по понятиям Живут Ну, ебанутые просто Знаешь А вот эти чуваки Которые Тетку убили на кладбище Они проходили Экспертизу на меняемость Неменяемость Ну, да Проходили Да, там еще Такого типа Помню Зависли Он реально В смысле По нему видно Что он Да, он ебаный Прям конченый Но Я тебе скажу так Что Когда вот эти вот Экспертизы проводятся Они на отъебисях делают Чтобы просто В психушку Лишних людей не ложить Потому что Типа На хуй они нам нужны Пусть он на зоне сидит Возиться с ним Еще лечить его И просто отправлять На малолетку И сотрудники там Просто охуевают с ним Потому что он там Что только не делал Блин Придурок И ты в окно пытался Выпрыгнуть Ну, вообще просто Трэш Вот Ну, реально вот Страдают вот На малолетке Именно сотрудники Я тебе так скажу Потому что Их могут и нахуй послать Я помню Видео При мне была такая хуйня Что Один типок Начал что-то там Бунтовать А У него, короче Нашли Забрали сигареты Ну, нормально Адекватно подошли Типа Типа Охуел Типа Ну, сигареты Типа Забрали у него Он, короче Взял Баланду У него была Короче В тарелке Или какая-то лапша Он там заваривал Короче И взял просто Сотрудника Вот этой хуйни Короче Прям в ебало Кину И к нему Никаких штрафных санкций Не могут применить К тому Кто кинул В ебало Могут Могут Закрыть В этот Блядь По-другому Типа штрафной изолятор Что-то такое Дизоль Еще какая-то Да, дисциплинарный изолятор Вот, дизода Назовно закрывать Либо Если он вообще Прямо Конченый Ебанутый Его закрывают В СУС Строгие условия содержания Он там может полгода сидеть Там вообще И там у них прогулка Ну, прям вообще Полностью сидит И я помню Их выводят Они прям бледные Все такие Потому что солнца Даже не видят В дизо Конечно Там, блядь Несладко сидеть Там реально Карца Там тебя заводят Тоненько На тебе робот Там постоянно холодно Даже летом Там сидишь Там тебе носки снимают И вот этих вот У них такие тапочки Типа как Из кожи заменителя Такие уебищные Вот они в них сидят Короче Там, конечно, холодно А тубик Там можно подхватить? Там можно подхватить И спид И все что угодно Вот когда Вот еще Россия Не вступила В эту хуйню Международную Там по тюрьмам И все Что там Типа права человека И все прочее Они сидели Раньше все Отдельно Там спидозники Отдельно сидели Туберкулезники Отдельно сидели А сейчас Они все сидят В общей массе То есть Ты и хуй его знает Кто там спидозник Или еще кто-то Прикинь Вот такая вот Хрень Потому что Типа По правам человека Нельзя Раскрывать Типа его Болезнь Типа Что типа Это типа Его оскорбляют Вдруг его будут Там все говорят Фу спидозник Или еще что-то Вот такая хуйня Еще в стакан Могут закрыть Ну там такой стакан Там Как бы Можно и посидеть Ну ты объяснишь Что такое стакан Ну стакан Это такая Клетка просто Типа как В человеческий рост Типа И Она должна быть Короче Как Короче Стакан должен был Вообще Вот как у ментов Да Вот стакан тебе заводят И ты там Не присесть Не можешь Ничего То есть Она очень узкая А у них стакан Там и два человека Помещалось Еще и сидели Там То есть Вот такая хуйня Ну потому что Они малолетки Там типа Это дети Их считали Ну хотя Там есть такие дети Что знаешь Реально Которые заслуживают Ну реально Типу Женщину зарезали Вообще Не за что Или там Или типок Был короче Но он как бы Хуёво жил Там У него 12 эпизодов Изнасилования Там 10 11-летних девочек Прикинь И Разоблачили его Только Как Получилось Там Девочка Одна утонула В его деревне 10-летняя Это вскрытие делали Оказалось Что она уже Ну имела половой акт Ну и начали Короче там Искать Кто мог Че И вот его нашли И там еще Эпизодов там Раскрылось Пиздец Вообще вопрос К всей системе Тут система одна Что вот Медицинская Тюремная Мусорская Все Оно в одной почке Варится И там полный пиздец Оно все уже давно Прогнило Я говорю Если что-то менять То менять все Не получится Там например На зоне Или в ментовке Сделать такое А там другое Беспорядок надо Надо чтобы был порядок Везде Я тебе так скажу А то что там Блядь Там Там творится Оно все одно и то же Он психушку тоже Тебе могут И здорово закрыть Там что-нибудь Пизданешь Или еще что-нибудь Там легко Тебе могут закрыть Вот я тебе и говорю Что вот Я вот раньше думал Что ой малолетка Жестко Нравится их пить Бедные пацаны Но на самом деле Ну раньше да Их вот Раньше их Буквально лет 7 назад Их Будили Прям Это блядь Дубинками по утрам Просто их пиздили Вообще без разбора Всегда Ну а потом Когда вот Россия вот это Все вступила Я не помню Как эта хуйня Называется С фильмами Что-то какая-то Хуйня связана Помню Рассказывались Это уши И вот Началось Эта хуйня Что нельзя пиздить Вообще Как бы да Я считаю Что как бы Нельзя зэков Пиздить Но Есть Отдельный Случай Когда вот Такие вот Например Долбоебы Насильники Или еще Что-то Выебываются Ну вот На нормальных Зонах Их сами Зэки На таких малолетках Я не знаю Не знаю Даже как с ними Вообще Разговаривать Или еще Что-то Блядь Ну как бы Были много Там прецедентов Когда они На меня Выебывались Там еще Что-то Но руку Я не поднимал На них Потому что Я отдавал В свой отчет Что они Просто долбоебы И ты его Въебешь И просто Сядешь Из-за этого Дурочка Вообще Просто Незачок Поэтому я Просто Говорил Иди дурачок Нахуй И все Прочее Потом А еще Кстати Расскажу Вот в этой же малолетке Пришел новый сотрудник А он пришел С красной зоны И реально Красная зона Прям такая Там конечно Есть и черный Которые сидят И вот он Мне рассказывал Про красных Про козлов Ну конечно Восхищался ими Говорю Что блядь Вот красный Заебись Что ты нихуя Там не работаешь Ничего не делаешь Потому что он пришел На малолетку И охуел Когда его нахуй Начали языки Поставать Ну пиздеки И он говорил Типа вот там Так охуеть Пошел Типа козлу Сказал Типа вот Это что ты на меня Сказал Они его просто Привили Отпиздили Еще что-то Ну вот такая охуя Он прям мне рассказывал Там Вот красный Они в повязках ходят В таких красных Дежурный Типа вот они стоят Там где-то На локалках И дежурят Идет например Там черный зэк Красный Говорит Типа куда ты пошел А он говорит Типа подойди нахуй Вот они все Красные зэки Собираются И бьют ему Ебало жестко Вот такая охуя Могут еще и опустить И рассказывал Про Типа Который был Авторитетом Красным Короче Авторитет По-моему По-моему Е сидел Как он говорил Типа он разочаровался В этой всей теме И стал козлом Типа прикинь Такая охуя Я не знаю Как можно вот быть У меня как бы В голове не укладывается Есть конечно козлы Которые И нормальные Знаешь Которые ничего Такого блядского Не делают Такого гадского Я не знаю Которые работают Просто Ну да На администрации Я не знаю Где-нибудь там На промзоне Или в кочегарке Там он там сидит Там хер его знает Или еще что-то Ну нормально есть А есть вот прям Реально козлы Которым нравится Вот как ты Во многих Своих видеозаписях Обсуждал Людей такие Которые садисты Знаешь Вот в школе Пиздили его постоянно А он приходит Либо в зону Либо на работу Я тоже таких встречал Знаешь Мне нравится Кого-то пиздить Вот он приходит туда И доволен Своей работой Что он может Кого-то безнаказанно Отпиздить Вот такая хрень Тоже была Я же говорю Кто-то любит Ходить на рыбалку Кто-то на футбол Кто-то в гараже Трахаться Со своим жигуленком А кто-то любит Издеваться Давать пиздюлей Я же говорю Многие получают Сексуальное удовольствие Знаешь Даже есть садисты Которые вот Ну просто Вот он садист Да ему нравится Людей пиздить Мне Знаешь Я люблю подраться Например Я не скрываю Ну чтобы просто Безнаказанно Кого-то знаешь Унижать Пиздить Это может делать Только такой человек Которого самого Неоднократно Унижали Пиздили Незачем И он просто Самоутверждается Этим Я тебе скажу Вот мусора В разных городах Разные мусора Я тебе скажу Вот в моем городе Менты еще Более-менее Такие нормальные Адекватные То есть Даже ППСники Те останавливают Если ты С ним адекватно Общаешься Он тебе скажет Ну все Счастливого пути А я как-то поехал В другой город На футбол Ну я гоняю Здесь за местный Клуб футбольный Мы поехали туда Как говорится На выезд Мы туда приехали Нас уже просто Начали уже там Менты заебывать Просто так Подходили Документы проверяли И все прочее А уже на самом матче Когда мы там Зарядили Какой-то там Заряд И нас просто Начали пиздить ОМОНовцы У нас приехало Человек Я не знаю 30 всего Ну 35 где-то А этих мусоров Было я не знаю Человек 300 Просто прикинь 300 человек Вот это вот В этих скафандрах Вот эти вот ебанутые Они вот просто Начали всех окучивать И забирать И с нами приехал Мент Вот с нашего города Майор какой-то Он короче Отвечает за Эти блять Как он блять Еще говорил Сука Вот когда Массовые беспорядки Происходят Но он за эту хуйню Отвечает Короче Допиздился С этими ментами Чтобы их отпустили Короче Прикинь Ну как бы Нормальный мужик оказался Он просто Посмотрел на этот пиздец Ну и как-то Допиздился с ними Чтобы отпустили нас Короче Вот такая хуйня Прикинь Как бы попадается Попадаются люди Все равно Редко Но попадаются Нормальные менты Блять Вот реально Ну и конечно В отдельных ситуациях Они попадаются А так бывает Если ему надо Например Звездочку заработать Он тебя закроет Все равно И похуй ему вообще будет Как мой следователь Вообще Ну пиздец Это вообще Отдельная история Такой типочек Смешной Ну он хотя бы Это такой Знаешь Не прям такой Говнистый Говнистый Но не как эти ФСБшники ФСБшники Вообще ебанутые В смысле Я не знаю У них просто нет Ни личной жизни Ничего Они Своими днями Сидят в интернете Ловят пиздюков Которые репосты делают Или лайк от кого-то И потом Говорят Что они охуенные ФСБшники Я им прям вопрос Задавал А что вы Типа Ну не ловите террористов Да ловим Говорит Там всех Хотя им проще На самом деле Вот сидеть И вконтакте И еще где-то Ловить Тех кто Сделал какой-то Репост Или запись Какую-то Или что-то еще Это проще У них тоже план Есть У какого-то Обычных ментов План там 20 человек Не в том месте Перешел дорогу Или постал Сделать и похуй Они это и делают Ну понимаешь Почему проще Вот он тебя Такого Экстремиста За жопу взял Ну посадил тебя А что люди Скажут Да и хуй с тобой Ты же фашист Блять А какого-нибудь Хоть он Очень духовного Человека Возьмет за жопу Посадит в клеточку А потом Его диаспора Ну вот так вот Стуканет Например Куда-нибудь Секунду-секунду А потом Этому менту Там письмецо Домой какой-нибудь Придет Или на заборе Кто-то краской Что-то напишет Чувак Мы знаем Где ты живешь Или мы знаем Где твоя В какую школу Твоя доченька ходит Или жена Ты же не ходишь Чтобы твою жену Изнасиловали Или еще чего-нибудь Вот Он же Где-то живет Ментяра Да Ну понимаешь Они же не хотят проблем А ты ему проблем Не сможешь сделать Вот почему С тобой легче Понимаешь Ну как Знаешь Они вообще Когда они меня взяли Я говорю Ну типа На хуй Вообще Это дело Завели Это что Ну полная херня Они мне Прямым текстом Сказали Что я их заебал Вот конкретно Они за мной Сидели С 2011 года Представляешь Вот эти вот Фейсбэшни С 2011 года Это даже Круче чем Бетарда Вот мне Допустим Люди пишут Хикан Я вот За своей Ну за своей ЕО За своей девушкой Которая мне нравится Я за ней слежу Вот там полтора года Я смотрю Какие она записи Там репостит Я смотрю Какую музыку Она слушает Я тоже там Причащаюсь Там к определенным Фильмам В общем К ее культуре И все Никак Ну стесняюсь И написать Вот я такой Робкий Потому что Меня мама Бабушка Воспитывает И так далее Нифига себе Так тут Всего полтора года Ну рекорд И по-моему Было там Около двух лет А тут С 2000 Сейчас Какой 17 год Шесть лет Они Если это правда Не за тобой следят То Ну это папахи Тоже чем-то Совсем уж неприличным Вообще В 2011 году К нам приходил ФСБшник И вызывал на беседу Меня И трех моих друзей Но мы не пошли А, понятно Ты просто на карандаше У них был Все это время Я понял Да, да, да Но как бы Они следили Все время Тогда были такие времена Еще лютые Как бы Прикольно было А сейчас Уже немного другие времена Сейчас уже Если тебе за лайк Уже, блядь Садят в тюрьму То это вообще Уже полный пиздец Что тут уже говорить Ну, блядь Это вообще, конечно Мы просто Получается Мы возвращаемся В 37-й год Когда приезжал воронок Знаешь, да Кто-то расскажет анекдот Сосед ебануто услышал И стуканул Что там вот Про кого-то там Про Сталина Или про Ленин Анекдот рассказали Приезжал воронок Выводил всех Во двор И расстреливал Или увозил куда-то в лес Это чисто такое же все Просто немного Как бы лайтовее Знаешь Ну, воротил Не совсем корректный пример Не совсем Сейчас я тебе объясню Вот когда-то Римская империя Когда уже под свой закат Они, значит Приняли определенную Религию И начали бороться С проклятыми язычниками Они боролись Там с храмами Всякими языческими Их разрушали И не замечали Как, значит Враг их потихонечку Окупировало Внутри И, ну, ты помнишь Что дальше произошло Пока они занимались Хуйней Боролись Ветеринными мельницами И языческими храмами Один прогиб И Рим погиб Понимаешь Да, вот такая Точно такая же аналогия Ну, дальше я не буду Экстраполировать Пожалуйста Да, так О чем мы там говорили О зонах О зонах, да Потом про ментов Ну, о зонах Что там еще рассказывать Еще вот, блин Тут такое замечание Интересное Вот в зонах сидят Реально, блядь Образованные люди Я тебе скажу Вот взять, например Сотрудников Да, вот у них Профессиональная деградация Происходит Они начинают общаться Как зэки Там, знаешь По феней ботать И все прочее Особенно, как мой Бывший начальник Тут вообще любого зэка Загрузили базаром А вот настоящие Вот такие В смысле правильные Зэки Которые сидят Реально Которые там С какими-то понятиями Они книжки читают Они не матерятся В основном Так, ну, там, знаешь Как вот Даже вот на улице Ты идешь Там, блядь Нахуй Захуй Там такого нету Как бы они Культурно общаются Вообще Погоди, погоди Я надеюсь У вас мусора Слушают шансончик Ну, что-нибудь Вроде Разбегайтесь Мусора Мусорянски Постоянно Вот у них Прям вот это Наговицын Дюмин Играет там Круг Это вот у них Прям вообще Они прям А, кстати, еще прикол Вот я рассказал На малолетке Типок Инспектор Взял покурить У петуха И, прикинь Сотрудники Перестали с ним Здороваться за руку Такая хуйня И потом говорит Да бля, он у петуха Взял покурить Утрочили его еще Там, ну, так знаешь Типа, по-доброму Утрочили Ну, все равно Как бы Понимаешь Многие Многие как-то Пытаются Сегрегировать Ментов И зэков Но они не понимают Я очень люблю Это выражение Что они Одного сукна Японча То есть Они люди Одного и того же посола Только Одни носят погоны А другие Сидят за решеткой Это у них, знаешь Вот как у Эрика Берна Есть такая книга Игры, в которые Играют люди Вот там теория игр Тут точно так же Они просто У них такая игра Ну, это люди Одни и те же С одними понятиями Они любят одну и ту же музыку Они говорят На одном и том же языке Ну, ты уже подтвердил Мою теорию Это не теория Это истина Вот Как фильм есть, знаешь Я смотрел Эксперимент называется Это когда В зону Типа искусственный Эксперимент сделали Что обычных людей взяли То есть Они не менты Не зэки Просто Разделили на две группы Одни были ментами А другие зэками То есть Но они поначалу сидели Знаешь Там Хи-хи-ха-ха То есть А потом По итогу фильма Ну, в конце Что Дети, которые были ментами Тоско пиздили Этих типа зэков Ну, просто Там вообще Не играло роли Кого там местами Поменяли Ну, как в жизни Реально Такая же хрень Вот он приходит Да, это, например Вертухая Только на работу Вот, кстати Еще хорошие люди Вот были там Вот со мной Работали хорошие люди С некоторыми Даже до сих пор Вот с одним До сих пор общаюсь Он туда пришел Полгода отработал И уволился Оттуда Сказал Просто не сможет Выдержать Ну, понимаешь Ты Не то, что Зэка посадили Да он там сидит А ты Только А ты, получается Там работаешь И тоже сидишь Вместе с этим зэком По сути дела Там то же самое Получается Ты в этой кухне Варишься Все вот это Только домой приходишь Как знаешь Там Какая-то Цивилизация Или еще что-то А так Все то же самое Получается Что те зэки Что те зэки Только одни Вот просто можно Всех Вертухаев козлами Назвать Которые, знаешь На зонях Тоже сидят Вот то же самое Получается И они Представляешь Вот они Там на вышке Сидеть Там 4 часа Сидишь 2 часа Типа отдыхаешь Потом еще 5 часов Сидишь Потом еще 2 часа Ну, короче Ты просто там Деградируешь Прямо конкретно А у них там Ни телевизора Ничего нету Ничего нельзя Ни есть Ни пить Ни читать Только автоматки В руках Они там сидят Голубей Считают У них развлековало И у них прям Прикинь Жопы квадратные От стула Вот просто 10 по 15 лет Работает Ну, у них вообще Деградация полнейшая Они уже Вообще ничего не понимают Ты представляешь Ты просто Приходишь на работу И сидишь Там Никаких там Вообще Блядь Я не знаю Эмоций Не испытываешь Конечно Они там Просто охуевают Сидят Тупеют Просто Ну, вот На самом деле Сотрудники В основном Тупые Вообще Те, которые Например В кадрах Там сидят Или инспектора Которые Офицеры Там Они более-менее Что-то Знаешь Там Как-то А вот Те, которые Именно В охране Они реально Все Братья Он задумал Что там Будут такие С моноклем В глазу Которые Будут Батлера Тебе На языке Оригинала Зачитывать Ну, ладно Хорошо Давай Будем Выходить На финишную Прямую Расскажи Подведи итог Ну, что Еще Можно сказать Не знаю Не идите Не работайте Ну Не садитесь В тюрьму И вообще Вот знаешь Что Даже Вот если бы Реально В ментовку Или в тюрьму Шли бы Работали Реально Нормальные люди Которые Знаешь Хотели Какой-то Свой Вклад Внести Что-то Изменить Может быть Тогда у нас И менты Были бы Нормальные А кто У нас Менты Идет Сами Вот эти Как ты Говорил Бандиты Какие-то Потенциальные Поэтому Такая Вот Хуйня Если Приходили Реально Те Которые Знаешь Там Поклонники Дядя Степа Так Я хуево знаю Это просто Пиздец Хорошо Дорогие Друзья Если у вас Есть вопросы Какие-нибудь Мы конечно же Далеко Там даже Одного процента Не обсудили Всех тех Прелестей В кавычках Которые бывают На зонах Если у вас Есть какие-нибудь Вопросы Вы Отписывайтесь В комментариях Пишите Задавайте Свои вопросы Пока нашего Госта Не посадили Можно Быстренько Записать Еще там Одну Две Передачи Или Сколько надо Будет Вот А пока Я рекомендую Что ты говоришь Если не посадят Если говорю Не посадят Потом обязательно Снимем Еще как я Сколько мне дали Лишь О да Сериал Сериал Да Сериал Вот Могу даже Своё лицо Показать Уже будет Не страшно Хорошо А пока Дорогие друзья Рекомендую Вам поставить Класс Подписаться На канал Хиканана Баван Донайте Анатс Баулина Вещпакеты Заказывайте Рекламу И сигны Слава Хиканан Бабули Слава Всем пока